и привет ребята привет привет и у меня и у меня к вам есть один вопрос чем в что общего у джава скрипта и джавы приставка джава приставка джава и на этом минутка мета иронии закончена андрей вот что мы можем рассказать про граф ql вообще это уже стандарт программирования фронт-энд программирования или или нет это очень интересно что меня паша позвал экспертом хотя я обычно выступаю против граф ql наверное поэтому и зовет потому что ну граф ql это одна из реализаций rpc для меня и поэтому это одно из одной из возможностей как мы можем получать данные сервера ну а еще я могу добавить знаешь что ты еще про это луковую архитектуру гексагонально все проповедуешь и nest gs я к нему присматривался два года а ты присматривался два года уже играть к елу и мы фактически с тобой параллельно решаем одинаковые задачи но я на своих инструментах ты на своих и мне очень с тобой приятно общаться всегда разговаривать обсуждать как это сделано там как это делается у нас и искать как бы компромиссы потому что во всех технологиях есть трейдов и и где-то легко где-то сложно где-то быстро где-то удобно и всегда хорошо посмотреть как сделано у других а ты вот уже рассказал очень много раз почему нам нужен граф ql и теперь решил рассказывать почему он нам не нужен до охватить вот как бы другую половину возможных докладов в чатах очень много вопросов идет по поводу того что давайте мы прикрутим это давайте мы засунем вот эту штуку в граф ql и как бы хотелось бы все таки рассказать что граф пил это не серебряная пуля как бы один из кучи инструментов которые стоит использовать но желательно по назначению и в конце доклада у меня будет замечательное видео на 20 минут как ребята молотком заворачивают шурупы я нашел это видео я вот в мироздание отправил запрос типа у меня последние завершающие слова доклада будут вот и буквально ребята из минска неделю назад из мкт завода какого-то там наверно там записали зачетное видео вот как закручивать как отвертками забивать гвозди и молотками закручивать шурупы и это просто бомба которую надо посмотреть всем архитектором чтобы они заботились о своих разработчиках и давали им правильные как это требования и правильные инструменты на которых бы они сколачивали свои ящики и поставляли их продакшен но мы не будем смотреть это видео наверное это просто ссылку на него дашь конечно кстати хотелось бы извини андрей хотелось бы напомнить что если слова паши находят вас живой и живейший отклик заходите в чат у вас есть в ваших плеерах чат вы можете там написать все что вы думаете про то что происходит на экране не забывайте делать это ну что погнали ты сказал ну ладно давай ну давай давай ка давай андрей запускай поехали итак всем привет меня зовут павел черторогов и сегодня буду вам рассказывать о нужен ли вам граф киел или нам коротко себе то есть я уже лет 20 в веб-разработке и фронтендер и бэкендер за это время побывал вывел в продакшен 9 продуктов помимо этого занимаюсь open-source есть библиотека граф киел композ которая позволяет генерировать граф киел схемы есть хорошая библиотечка для тестирования кода который работает с монгой mongo db memory server который параллельно при запуске при параллельном запуске тестов стартует мангу и после завершения теста просто и убивает при этом же выбирать любую версию монги стартуете тушите ну то есть она скачивает сама под вашу систему нужные бинарники все как нужно тюнит и запускает есть библиотечка львович которая занимается склонением городов и также у нее остался функционал от петровича потому что я форкал петровича и добавлял там разные навороты чтобы города можно было красиво склонировать и самая классная и самая сложная open-source тема это дизайн граф киел схем потому что правильно запроектировать красиво и удобно граф киел достаточно сложно и весь свой опыт и более печали болячки и шишки которые у меня возникали при разработке граф киел схем вот они как бы заложены по вот этой вот ссылочке дизайн граф киел схем ссылочка у вас на доклад я надеюсь будет и вы сможете по ней пройти и почитать так ну и там просыпь других менее важных он посов с продуктов работаю я в хостинговой компании ps мы строим облачный хостинг конкретно мой division занимается тем что мы предоставляем консоли управления всякие веб интерфейсики в которых можно там подключать сервера отключать работать с облачными сторожами и прочей всякой ерундой которые как бы между бэком и фронтом общаются чек из граф киел чему мы несказанно рады потому что у нас постоянно меняются требования и как бы при изменении api при изменении интерфейсов мы очень быстро находим все поломанные места которые необходимо починить потому что у нас все очень жестко покрыто статическим анализом начиная от самого бэкэнда и заканчивая каждыми там формочками компонентами где те или иные данные сервера отображаются итак приступим к нашей основной теме и поговорим про граф киел когда он вам будет нужен я уже в принципе потихоньку начал об этом рассказывать но пройдемся по пунктам и так граф киел нам нужен если вы взаимодействуете между бэкэндом и фронтендом болят миллионы микросервисов со своими эндпоинтами у вас большие entity и затратно таскать там по 100 по 200 полей когда вам нужно всего два на клиенте нужны тонкие клиенты на фронтенде нужен статический анализ кода вам тесно в парадигме уже четырех операций круто из restful api изменением состояния уже просто так не обойтись и много разных entity моделей со связями они друг друга перетекают у них какие-то есть реляции они как-то друг друга фильтруют вытягивают ну то есть зависимы друг от друга entity вот и когда клиенты вот хотят эти entity между собой джойнить на со стороны клиента давайте по каждому пункту пробежимся и реально посмотрим ну чтоб под каждым пунктом в глубине этого пункта лежит что-то я тавтология за тавтологией и так во первых граф киел разрабатывался сперва для удобства фронтендеров для того чтобы их код в недрах фейсбука изначально разрабатывался под мобильное приложение насколько помню и оси под ленту новостей их где очень в ленте очень много разных сущностей им прилетает то новости то картинки то какое-то событие то статья то новость и в общем настолько этих элементов много что где-то допустить ошибку добавить новое property что-то расширить на тех решениях года года так это 2012-15 казалось ну блин реально больно и сложно все постоянно себе стреляли в ногу вот то есть они разрабатывали строгий контракт для общения между клиентом и сервером и у них это в принципе получилось граф киел это язык запросов для передачи получения типизированных данных то есть каких-то структур где явно описаны какие поля какого типа вот плюс это описание схемы данных куда сейчас в современном мире без какой-то интроспекции без какой-нибудь схемы без документации и что является киллер фичей граф киела это у него безумно богатый тулинг по сравнению с другими протоколами интерфейсами которые сейчас у нас с вами присутствуют данный момент вот очень хорошо если ну то есть профит от граф киела ваши фронтендеры поймают если они используют какой-нибудь уже навернутый умный стоит менеджер со своей стороны на мобильном приложении либо в сингл пейдж аппликейшене типа например ополоклиенты реле либо уркла потому что он сильно упростит выполнение запросов кэширование нормализации данных и к примеру если брать какой-то редакс и чек из редакс дергать граф киела инфоинты но они так сильно не кайфанут как бы если бы был бы чисто нормально ополоклиент где уже очень много тулинга очень много помогашек кода генераторов под него написано граф киел вам будет нужен если вы испытываете проблемы от миллиона микросервисов со своими инфоинтами то есть когда уже список инфоинтов зашкаливает и знание о них уже узнать где что лежит вот discovery уже становится для фронтендеров такой большой проблемой так вот можно перед всеми этими инфоинтами поставить граф киел в качестве прокси и не мучить бедных фронтендеров безумным пластом пластом этих знаний того где что лежит у фронтендера есть просто один эндпоинт они к нему обращаются и уже через граф киел выдергивают данные вот плюс так как это все внутри схема автоматически генерируется то есть там внутри есть документация которая будет всегда актуальной в отличие от того что когда народ предоставляет свои доморощенные какие-то документашки из-за этого как частенько документация становится out of date так у граф киела один эндпоинт про это я рассказал еще хотелось бы рассказать про гитхаб почему они стали использовать граф киел потому что у них со временем все их entity безумно выросли то есть если к примеру нам надо вывести список репозиториев то чек из rest api каждая запись прилетала там со ста полями хотя для списка там было необходимо 3 4 5 от силы для того чтобы вывести а половина полей вычисляемые некоторые лезут в другую базу данных и так как бэкендер не знает а реально ли фронтендеру нужен просто список репозиториев четырьмя полями или нет они вынуждены все эти 100 полей всегда возвращать и граф киел эту проблему решал потому что клиенты возвращают не возвращают а пишут граф киел запрос в котором явно указано какие поля необходимо вернуть но об этом и тоже чуть позже еще затронем как плюсы граф киела то есть граф киел явно требует от клиентов указывать запрос список полей которые необходимо вернуть в open ipi gson rpc в спецификации с коробки этого добра просто нету и соответственно каждый костылят какие-то свои решения и потом через какую-то документацию через базу знаний делится со своими командами как вот этой вот фильтрации пользоваться а если это внешние клиенты то есть не был начинают документацию делать публичной с ними как-то делись а гарпи или ничего делиться не надо это уже как бы спецификации есть и все кто работает с граф киелом это прекрасно понимает также есть замечательный толк по вот этой ссылочке вот внизу мелко-мелко кто захочет тайпайте по вот это его по этой ссылочке есть доступное видео где академическая среда их восхваляет граф киел в плане того что он позволил сократить на их тестах количество возвращаемых по линии 94 процента и на 99 процентов сократить объем ответа вот но это честно сказать серая академическая работа потому что они работали только с github ipi и они просто сравнивали как сделать эту или иную аналитику с помощью rest ipi версии 3 их и с помощью граф киела и благодаря связям с граф киел и фильтрации полей или projection полей кто как терминология у всех разная вот получилось достичь таких ошеломляющих успехов вашей реализации скорее всего такого ну таких цифр вы вряд не получите но вот на конкретных задачах которые делали эти аналитики у них вот получилось получить хорошие красивые проценты также граф киел будет вам нужен если вы хотите получить тонких клиентов на фронт-энде что это значит ну например для open ipi gson rpc есть генераторы которые согласно схемы интерспекции они вам генерируют некую прослойку капи вендор ipi клик тоже по-разному все это дело называется суть этой прослойки в том чтобы фронт-эндеры не вручную писали фетчеры а уже пользовались какими-то сгенерированными методами чтобы у них уже аргументы все были типизированы и результат тот же тоже был типизирован но проблема в том что если схема большая например на 10 типов entity или тип то есть огромная и большая то получается у вас будет сгенерирована куча мертвого кода если ваше клиентское приложение потребляет только кусочек вашего ipi вот в граф киеле же есть инструмент граф киел код ген который исходя из тех запросов которые написали вам клиенты фронт-эндеры из этих граф киел запросов них явно указано какие entity какие сущности какие поля им необходимы и вот уже имея этот артефакт в виде запроса можно сгенерировать удобную помогайку клиента виде реакт хуков виде виде какой-то прослойки вендор ipi для того чтобы как бы фронт-эндеру было удобно дергать данные сервера граф киел код ген он имеем умеет работать не только с джава скриптом и тайп скриптом но также граф киел запросу вообще изначально секундочку шаг в сторону граф киел вообще он изначально появился в но джессе но как бы он проектировался на то чтобы его можно было запускать на разных языках программирования имплемент делать имплементацию серверов и соответственно получается что большинство тулинга не все заточены на но джесс но вот граф киел код ген он позволяет вам всякие интерфейсы и какие-то фичеры генерировать как для джава так и для дотнета либо написать свой плагин который все это будет делать также граф киел удобен когда вам нужен статический анализ кода чтобы типизация с бэкэнда пронизывала ваш код на фронт-энде то есть граф киел код ген позволяет генерировать тип скрипт дефинишены согласно опять таки граф киел запросов которые написали клиенты и в этих дефинишенах будут только те поля которые есть в запросе если бы мы мы бы брали с вами джессон рпс либо просто какой-нибудь рпс подобный язык то там бы присутствовали те поля если бы делали бы projection и фильтровали и запрашивали только необходимые поля то тип дефинишены они бы разъезжались с тем что у вас по факту прилетела с бэкэнда потому что вы фильтровали например поля там аватарка вы сказали что мне не возвращая это поле а по факту джессон рпс у вас генерирован тип дефинишен где поле аватар присутствует и просто вы по запаре пишите аватар выведи и нигде аватарка не отображает то есть граф киел такой проблемы нету потому что все тайп дефинишены непосредственно генерируются из граф киел запросов также для статического анализа еще существует граф киел инспектор другой инструмент от ребят за киелт они предлагаю предоставляют возможность этот инструмент граф киел инспектор проводить дифы ваших схем причем дата сорса может выступать соседняя ветка в гит репозитории или репетитарии либо какая-нибудь http ссылочка откуда тому откуда можно скачать интроспекцию вашего граф киел сервера и получается что ваша текущая схема сравнивается с какой-то другой схемой из ветки мастер либо с какого-то боевого сервера сравнивается и показываются какие поля были добавлены какие убраны какие аргументы появились где описание добавилось какие поля стали необязательными какие аргументы стали обязательными и причем половина этих изменений они могут нести breaking changes ну к примеру у вас было поле обязательном в ответе вы сделали его необязательно то есть это будет breaking changes почему потому что клиенты которые всегда рассчитывали что это поле возвращается они вдруг перестанут его получать и доведут грех до рантайма у них приложение упадет вывалится где-нибудь undefined is not a function еще какая-нибудь штука почему потому что изначально бэкендеры заложили что это поле возвращается всегда забили себе большой толстый гвоздь крышку гроба того что они эту схему менять не могут то есть обязательные поля в графе или это небольшое зло которое в будущем аукается тем что вы не можете просто так потом это поле вывести из эксплуатации вам скорее всего придется заводить следующую версию вашего ipi на отдельном эндпойнте где уже говорит что вот теперь это поле у нас уже задепрекечен но это все опять таки зависит от того насколько у вас требования как вы можете прийти через носить можете ли вы через полгода отказаться и временно задепрекетить это поле но в любом случае граффил предлагает тулинг отслеживание изменений в вашей граффил схеме и вот граффил инспектор очень сильно в этом помогает есть разные плагины для разработки как vde-шечки у разработчиков так и на ся и можно прикрутить если линд плагин граффил или граффил из линд который будет просто проверять а правильно ли написаны запросы а если название имя у запроса то есть граффил из линд он достаточно побогаче чем ополоски с линд плагин граффил на количество правил и как бы он позволяет более строго и чисто держать вашу кодовую базу заводя как это автоматизированные проверки потому что если с ревьювером договориться можно то вот с машины со всякими автоматизированными чекерами уже договориться гораздо сложнее еще можно сказать где граффил хорош это когда вы уже устали от обновления состояния у вас устали от restful api с операциями crea3t update delete и у вас появляется такой функционал как провести оплату где требуется транзакция логирование где идет работа с несколькими энтитями там приостановить подписку тоже из этого рода ну то есть в круге это все начинается как-то со стороны прикручиваться в плане а давайте заведем еще один энтити который будет называться проводка оплаты и туда будем засовывать крут ну начинается городиться велосипеды и вот в данном случае уже необходимо будет переходить в сторону rpc то есть вызова процедур где вы уже занимаетесь не изменением состоянием а вызовом процедур бизнес-логики на вашем бак-эндии если вы уже присматривать если пользуетесь джейсон рпс то я вам так скажу вы в полшаге от граффилла потому что граффилл и джейсон рпс имеет одни и те же преимущества и болячки то есть они друг друга практически ничем не отличаются со стороны транспорта со стороны протокола то есть там маленькие незначительные девиации в сторону а у нас это так сделано у нас немножко вот такой формат но в целом я могу выделить три преимущества граффилла перед джейсон рпс и они это фильтрация полей из коробки граффилл сразу предоставляет это возможность получения вложенных данных или реляций на результате выполнения родительской операции то есть если в джейсон рпс вы просто вызвали функции вам вернулся список статей то граффилл еще может позволить вам спуститься на уровень ниже и для каждой статьи позволить вам для поля автор дозапросить его например имя аватарку и какое-нибудь вычисляемое поле например автор сейчас в онлайне или в офлайне чтобы как-то эти данные получить то есть есть еще у вас возможность проваливаться вниз писать более сложные выборки ну и соответственно конечно у граффилла есть уже из коробки удобные дэшки браузерные графикал плейграунд альтаир insomnia постман все умеют уже отправлять запросы в граффилл просто набор этих инструментов очень большой и у каждого свои плюсы и минусы но суть в том что они гораздо удобнее чем существующие инструменты которые я встречал для джейсон рпс и что самое главное граффилл комьюнити достаточно большое и спецификация достаточно строгая и хорошо расписанная что предоставляет возможности богатого тулинга кода генерации и вот инструментов для статического анализа потому что чуть больше ограничений чем джейсон рпс и соответственно вот эту штуку накладываем то есть на эту штуку спецификации граффилла есть возможность сразу готовить какие-то хорошие тулинги также мы обсуждали с ребятами буквально пару недель назад особенности протоколов мы сравнивали герпс и джейсон рпс и граффилл смотрели на их плюсы и минусы что-то в них надо добавлять убирать где какой из подходов хорош мне кажется получился очень хороший круглый стол кому интересно сравнение прошу посмотреть почитать будет здорово также у меня есть преимущество граффилла это мне кажется один из самых важных пунктов которые есть в граффилле то что у него есть возможность писать что-то наподобие лифт джойнов то есть когда у вас много разных энтити и они между собой связаны вот то есть статья связана с автором автор связан например с какими-то с какими-то я не знаю там картинками еще с чем-то то есть когда у вас большие системы то все эти связи можно вот заложить в граффилл схему и предоставить возможность фронтендерам вашим клиентам писать сложные выборки это очень удобно для админок и дашбордов когда нам не надо ждать бэкэндера когда он перекручивает новую rest ручку которая за один запрос нам будут возвращать все необходимые данные которые нас попросили отрисовать клиенты вот пишут сложные выборки данных но только те которые разрешил бэкэндер то есть это не напрямую вы пишете live join вашу базу данных а вы пишете через граффилл запрос создаете вот ту выборку которую хотите получить на клиенте плюс когда у вас много разработчиков то вот вам требуется какой-то инструмент какая-то база знаний для хранения этих связей и вот граффилл схема вот эти связи может прекрасно себе хранить и даже есть тулинг граффилл voyager покажу чуть позже который может везу визуализировать для вас все эти связи вот и на самом деле межсерверное взаимодействие обычно принято строить на протобафе на grpc для скорости либо там на rest api но в принципе если вам на бэкэнде нужно чтобы один сервис ходил в плеяду других сервисов и выдергивал там какие-то навернутые агрегации то в принципе и там спокойно можно использовать граффилл граффилл voyager который берет и визуализирует граффилл схему выглядит следующим образом он показывает основной какой-то тип показывает все его доступные поля и стрелочками рисуют все связи когда вы запрашиваете это поле вы можете дозапросить вложенный вложенного типа его другие поля провалиться в другую связь провалиться в третий объект запросить у него дополнительные поля ну то есть вы можете вот такую сложную агрегацию а-ля left join собрать на своих клиентах кстати бэкэндеры когда проектируют или дата сами короче бэкэндеры которые проектируют базы данных боже мой из головы вылетела должность ну ладно назовем их просто бэкэндерами у них есть что-то наподобие таких же схемок когда они проектируют свою базу данных вот у них есть что-то что-то наподобие такого инструмента и такой же инструмент может появиться у дата аналитиков у фронтендеров которые будут видеть через граф кел схему какая есть дата модели как она дружится между собой вот так же есть клиенты вот это по моему альтаир да это альтаир который предлагает описывает все доступные методы какие есть аргументы типа аргумента какой тип возвращается краткое описание есть деприкейшн ризаны вы можете добавлять здесь когда пишите запрос сразу отрабатывает автоподстановка полей вы можете оставлять документацию для аргументов вы можете оставлять документацию для полей в принципе это все работает из коробочки и достаточно удобно хранится и то есть все это описание на бэкэнде хранится в том месте где непосредственно реализовывается тот или иной тип или тот или иной резолвер еще очень интересное наблюдение когда я готовился к этому докладу я увидел как гитхаб у себя реализовал лимит запросов рейт лимит когда мы делаем сложные вложенные запросы понятное дело что мы можем запросить сделать такой написать запрос из левджой на что он будет возвращать нам пару терабайт данных из пара триллионов записей и граф кел граф кел извиняюсь гитхаб дал такую возможность что на верхнем уровне создал поле рейт лимит с аргументом dry run который может вам просто прочитать насколько будет тяжелый этот запрос то есть мне понравилось здесь именно дизайн имплементация той фишки которую сделал гитхаб то есть он не встраивал это через какие-то левые заголовки он это прям естественным образом вложил в граф кел что написав запрос вы можете рядом запросить рейт лимит и узнать сколько будет стоить вам этот запрос и так я наверное не все вещи написал где стоит использовать граф кел и наверное не все вещи опишу где его не стоит использовать но все таки тот лист который у меня есть давайте по нему пробежимся то есть граф кел не нужен если вам нужно это не тавтология это русский язык богатый если вам нужно работать с файлами или другими бинарными данными скорее всего граф кел не для вас многопользовательское редактирование с версионированием с резолвингом конфликтом сердите не для вас не для граф кела задача это создание сервиса аутентификации пользователей тоже не для граф кела какое-нибудь активное межсерверное взаимодействие требовательное к скорости памяти и трафику это тоже скорее всего не про граф кел стриминг данных когда вам необходимо там раздавать файл или видео не про граф кел создавать сложные формы с вариативными инпутами когда у вас много 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 формы они зависят при переключении чекбоксов что часть форма отключается часть подключается то есть вот это вот валидация это тоже на данный момент не про граф кел потому что у него отсутствует input union типа и так по каждому пункту давайте поподробнее все таки пробежимся работа с файлами и другими бинарными данными граф кел создавался для типизированных структур то есть что есть поля типа интежер буллин флот нау массив объект все что есть в gson и все типы сколько там 6 штук и если вы хотите передать средствами граф кела бинарный файлик то вам в переменных его надо будет конвертировать чсб-64 в строку бинарный файлик и передавать его в виде длинной строки и эта строка она на 30 процентов и чуть чуть больше 30 процентов превышает размер исходного файла при этом тратится сеть память процессор чтобы это закодировать декодировать и плюс мы не можем на самом деле передать файл больше 380 мегабайт в node.js мире почему потому что как говорит роман варнов проводил недавно анализ разбирался с большими джейсонами у него есть хороший доклад в интернете можно где-то поискать то но джесс не умеет работать с строками длиннее 500 мегабайт просто есть ограничения конечно скоро можно это будут лимиты ограничения поснимать но все равно неудачная вещь передавать файлы внутри граф кела есть альтернатива это уже микс и http мультипарт вот он реализован в apollo сервере и это уже немножко франкенштейн из граф кела и rest api rest full api почему потому что здесь уже подмешивается транспорт http который в мультипарте хранит наши файлики передает это обычная форма в вашем браузере она вот использует http мультипарт для отправки этих данных тот же самый через фич можно такие же запросы пост отправлять с мультипартами вот но тут на самом деле уже большую часть логики будет выполнять сам сервер то есть он на себя берет логику того как передавать и стримить файлы то есть это спецификация http мультипарт на себя забирает и уже сам сервер просто подменяет переменные на те ссылки стримы неважно что в переменных граф кела то есть по сути дела вы не пользуетесь граф кел переменными вы пользуетесь мультипартом вот как мы у себя реализовываем файлы когда мы работаем с бинарными файлами я предлагаю использовать из 3 сайна тур это протокол амазоновские протокол с 3 api он в принципе совместим с google cloud google object storage он совместим с ажур байнери или ажур блок ажур блок если вы там sell хостит какой-нибудь у вас сев с рада с гейтвэем который тоже поддерживает api s3 минимум поддерживает api s3 то есть вы не будете заблокированы у вас не будет никакого вендор лока если вы будете сразу в объектное хранилище загружать ваши файлы напрямую подписанные ссылки генерит здесь более подробно расписано по вот этой ссылке как это делается вот в двух словах это что у нас получается вы делаете запрос к вашему с 3 хранилище вам генерируется подписанная ссылочка точнее вы на своем клиенте с помощью ваших ключей генерируете подписанную ссылку в которой говорите какого тип файла вы принимаете по какому адресу он будет храниться какого он ним типа и эту ссылку отдаете уже клиенту вставляете формочку и клиент в браузере из этой формочки по вот этому адресу заливает файл и когда эта операция выполнена вы уже можете в граф келл скормить ту готовую ссылку по которой этот объект доступен и уже передавать чек из граф келл не саму не само содержимое файла а тот адрес куда был уже загружен ваш файл и при этом очень хорошо что объектное хранилище может быть распределено регионально находиться в разных дата центрах быть ближе к клиенту ваша граф келл аппе находиться где-то централизованно в какой-то точке там присутствия ну не знаю во франкфурте да а бинарные данные могут быть рассыпаны по всему миру очень аккуратно поближе чтобы быстрее докачивать эти данные то есть это немножко хорошо позволяет бороться со всякими досами нагрузками потому что гонять бинарные данные чек из граф келл ну блин девопсы и админы будут вам очень сильно благодарны если вы это делать не будете а как бы будете разделять мухи и котлет но никогда не говори никогда у себя мы все-таки местами используем отправку чек из b64 бинарных файлов это у нас есть сервис уведомлений и так сложилось что мы им пользуемся чек из граф келл аппи потому что куча шаблонов куча переменных и нам надо чтобы это было все статически типизировано и проверялось и вот мы были вынуждены pdf-ки счетов на оплату ну прогонять через b64 в принципе по нашим требованиям важнее получить более отказоустойчивые более к ошибкам защищенные так сказать код которые к изменениям более стойки нежели чем экономить там 30 процентов по перформансу на то что нам надо отправить этот pdf со счетом на оплату другой пункт когда вам граф кел может не потребоваться это многопользовательское редактирование с версионированием еще известно как crdt конфлик 3 репликейшн дата тайпс примером может выступить google docs где вы сидите там вдвоем троем пишите статьи пишите документы какие-то онлайн рисовалки чарты графики тоже очень популярное в время был популярны в последнее время приложение когда все вышли на удаленку то есть это целая наука на самом деле разбирать конфликт и синхронизировать между собою несколько клиентов и сервер то есть вот это сдвиги во времени это каунтеры это работа с репозиториями с резолвингом конфликтов с откатыванием каких-то вещей всего этого нету граф к еле проще взять готовые решения типа ugs или lagax чем крутить свой велосипед но кто-то и может поверх граф кела также как это с мультипартами сделали навешать какую-то логику CRTT но я пока в open source никакого такого хорошего решения не встречал потому что оно требует между собой согласование работы написания кода на клиентской стороне написание кода на серверной стороне и ну это достаточно нетривиальная задача то есть инхаус это может быть реализовано как для open source вряд ли потому что вот если посмотреть на примитивные алгоритмы разрешения конфликтов это если вы откроете pdf очку там побольше всяких схемок того как это все дело применяется и операций разрешение конфликтов в граф кере ничего этого нету граф кел по сути это просто тупой маппер граф кел запросов на вызов ваших резолв методов просто фронтендер написал запрос граф кел сервер разобрал все поля которые вы просите и дернул те резолверы которые были в запросе остальные даже не трогал то есть ничего такого сверх навернутого в граф кел сервера нету поэтому сердите не про граф кел про аунтификацию аунтификация это когда мы вбиваем ваш логин и пароль и пытаемся как-то авторизовать пользователя мы много копий поломали по этому поводу самый банальный вопрос первый который возникает у всех логин это аквари или mutation вроде бы никакая новая запись не создается но на каждый вызов операции логин создается новая сессия где-то или новый токен генерируется соответственно это мутация потому что мы получаем новые данные генерируем где-то новые данные создаем где-то новую сессию и то это может быть все-таки query ну для меня это больше мутация чем query то есть здесь спорный момент хорошо а законно ли в резолвере устанавливать куку например мы сделали мутацию логин и хотим установить куку пользователю http only чтобы все было секундно чтобы она нигде не было доступно вот со стороны сервера ведь граф кел он протокола независимым он может работать как по http как по веб-сокетам так и по любому другому протоколу который в будущем может появиться и здесь фактически мы вот этот метод логин гвоздями прибиваем http протоколу и ставим через контекст в объекте response устанавливаем куку то есть у нас есть такой метод он называется login as client когда мы в админских интерфейсах хотим установить пользователю куку для того чтобы админ мог от лица пользователя поковыряться в его интерфейсе рассказать что нужно сделать что поправить куда куда что ввести ну то есть посмотреть глазами пользователя как он видит его лично кабинет вот а еще есть сброс пароля посылки который мы из переходим либо есть open айди и коннект оэдсэшки который в граф кел тоже никак не ложится потому что большинство современных систем аутентификации построены поверх http с кучей редиректов редиректа работа с http редиректами куками это все не про граф кел граф кел это просто дай им напиши запрос получить данные вот редиректы куки http заголовки это не про граф кел плюс при этом непонятно важно ли нам типизация при вводе логина и пароля непонятно то есть всего два поля зачем тянуть граф кел проще сервис аутентификации конечно же пилить без граф кела и вот уже редактирование профиля пользователя когда нам надо поменять имя аватарочку номер телефона email то тут уже это все вполне хорошо ложится в логику граф кела когда пользователь уже аутентифицирован дефицирован и авторизован он уже может непосредственно работать со своим профилем и менять как-то данные вот здесь их уже можно типизировать и спокойно применять на этом этапе граф кел немного про идентификацию и авторизацию то есть идентификация должна происходить во время формирования граф кел контекста до формирования граф кел контекста например экспресс сэшн да может это все делать авторизацию и проверку прав вы будете вынуждены крутить в каждом резолвере в зависимости от того как вы строите граф кел сервер эти все мидалвары могут вам помогать разные мидалвары это дело как-то оптимизировать глобальную авторизацию админ не админ можно тоже проводить на уровне формирования граф кел контекста я же вам рекомендую не заморачиваться на том что у вас должно быть только одно граф кел апе заводите 235 граф кел апи отдельно для не авторизованных пользователей которые вообще никак не идентифицировались и могут анонимно отправлять запросы отдельная граф кел апи end point заводите для авторизованных например для админов и 3 например граф кел апи заводите уже для ваших клиентов то есть авторизованная публичная апи если у вас есть еще какие-то потребители заводите 3 4 5 у каждого будет своя схема вот так же граф келу плохо при активном межсерверном взаимодействии требовательных скорости памяти и трафику потому что он использует под капотом джейсон в нем нет small int of нету десималов и тупо окзипить бротлить сериализованную джейсон строку менее эффективно чем за используя тот же самый протобафф который четко знает что можно там даже сжимать побитого не побитого побитого и использовать позиционирование для ключей вместо того чтобы как это в джейсоне каждый ключ постоянно перечисляется то есть в протобаффе это все на порядок эффективнее работает нежели чем с джейсона когда к примеру у вас на проде сотни серверов то уже более выгодно все это дело переводить на какие-то моменты более ресурсоемки на grpc и протобафф но это скорее всего удел гуглов фейсбуков и прочих ребят до их объемов надо дорасти и когда вы до них дорастете у вас будет куча бабла на рефакторинг и сможете это все дело переписать а когда вы маленькие то здесь у вас большой трейд-офф либо вам нужен перформанс либо прозрачность для разработки то есть когда вы маленькие я конечно выбираю прозрачность чтобы вы сразу понимали что у вас в ответе есть чтобы быстро реагировать на изменения ну а соответственно когда вы большие то когда уже все уходит в перформанс вы уже просто так не посмотрите сообщение без особого тулинга и вам уже надо чуть серьезнее мучиться посложнее для того чтобы посмотреть эти данные что-то подебажить посмотреть как все это дело работает стриминг данных graphql есть подписки которыми удобно пользоваться чек за пола клиент и или рилей но например если вы будете какую-то биржу строить где надо котировки по тикерам показывать то это сомнительное решение уж больно много вы будете тратить накладных расходов потому что там допустим а пола клиент и рилей это коробочные решения которые заточены под большинство задач и много операций будет происходить которые вам тупо не нужны то есть нормализация стора зачем когда можно сразу в компоненту закинуть новые данные то есть вы можете для конкретных решений пилить узко заточенное решение для того чтобы соблюсти какой-то безумный перформанс и не выполнять ненужные операции стриминг видео это вообще не про graphql так сложные формы с вариативными инпутами ох это такая вещь которая короче валидировать инпуты сложные формы вот это пока как ахиллесовая пита графql он может валидировать аргументы но если они меняются влево вправо блин тяжело тяжело их валидировать то есть у вас есть строка вот и либо может прийти объект типа строка у меня там типа нет какого-то адреса либо объект с перечислением всех строк что вот у меня есть страна страна город улица адрес то есть в зависимости от каких-то внешних переменных как-то хитро валидировать на уровне graphql все приходящие данные то есть в graphql нету input union типов когда у вас вариативные инпуты но у graphql с обычными инпутами он прекрасно работает и прекрасно справляется с валидацией спецификация по input union типов уже наверное года три обсуждается потому что ребята хотят это сделать удобным для разных языков программирования не хотят это сделать удобным на клиентской стороне при этом соблюсти обратную совместимость и поэтому они уже года три обсуждают как сделать спецификацию возможно там шестое их не решение скоро увидит свет и наверное в ближайший год этот уже пункт потому что через graphql можно на него закинуть вариативные инпуты наверное уже станет не актуальным хорошим примером можно взять контур у него есть команда у которой 2000 сложных форм и они у себя под капотом используют dto-шечки data transfer object с кода генерации и они напилили свой велосипед создали свой так сказать фреймворк свой маленький конвейер который позволяет им клепать такие сложные большие формы этот подход безопаснее и удобнее потому что вот у них уже в зашита валидация как на клиенте как и на сервере вот они используют все это через кода генерации это конечно может какой-то подход на стыд по валидации варить вариативных input аргументов можно настроить и в графке лчик из объекта джейсон но как весь этот инструментарий кода генерации линдинга автопостановки полей но он уже перестанет вам помогать что как бы хорошо но не хорошо хорошо и так а что делать если вы попадаем в обе категории где-то нам графке л подходит а где-то нет пилите 2 3 5 10 20 api на разных технологиях то есть часть вашей системы может работать по одному протоколу часть по другому любой api это некий фасад контроллера перед сервисами и моделями на пиле как от них не так уж тут затратно если у вас сразу же хорошая кодовая база если у вас все разбито на 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 слои абстракции там луковая архитектура гексагональная вот то как бы построить фасад в виде граф киела либо там свагера либо джейсон рпс либо протобафа уже не такая большая проблема потому что бизнес логика у вас уже вынесена на ур на другой уровень абстракции к примеру пробежимся по ролям админы всяких мониторингов и сборщики метрик не любят много писать они скажут дайте нам добрый rest api дайте нам http ссылку по которой мы будем собирать метрик и их там выводить какой-нибудь zabbix или еще куда нибудь аналитикам и дата сайентистам подавай возможность писать sql с лайф джойнами им дают доступ к базам данных в юшке для того чтобы в ридон и чтобы они там могли ковыряться здесь может быть очень удачным вариантом граф киел выступить в ближайшем будущем почему потому что граф киел работает не на уровне конкретных данных а он по уровням абстракции находится выше бизнес логики и позволить дата сайентистам еще получать вычисляемые какие-то поля на бизнес логике и собирать какие-то сложные агрегации и есть инструменты у рома дворного jory и discovery js которые позволяют джейсоны очень красиво форматировать превращать их уже в готовые отчеты то есть представьте себе идеальный в будущем мир дата сайтиста он пишет граф киел запрос авто постановка с валидацией с аргументами все это у него отрабатывает ему удобно писать этот запрос ему прилетает ответ он с помощью jory discovery js и конвертируется форматируется в какой-нибудь уже отчетик железякам к примеру всяким backend сервисом подавай кратко и быстро там ничего не надо мониторить здесь соответственно был бы хорошо бинарный grpc протокол а что же давать фронтендерам и мобильщикам все зависит от задачи но самое главное и важно просто необходимо давать так чтобы было удобно брать чтобы удобно было с этим работать если вы фронтендер и у вас бэкендеры никак не хотят заводить граф киел на самом деле как убедить задают вопрос часто как убедить бэкендеров нам прикрутить граф киел на самом деле надо искать application или solution архитектора у вас и говоришь что слушай чувак вот мы используя пола клиент или рилей получая граф киел будем мы во-первых избавимся от редакции раз будем там экономить ну вам соответственно надо proof of concept еще сделать для того чтобы действительно будете экономить ресурсы что у вас будет хорошая статическая типизация то есть расписать все плюшки и в принципе если вы пробежитесь по всем этим видосикам которые здесь перечислены у вас сложится такая картина то как бы для вашего бизнес решения был бы полезен граф киел или нет сможете ли вы на нем хорошо работать или нет извиняюсь код ферст или скива ферст у нас с вами будет на скорее всего в зуме как дополнительно как бонус трек я же все таки перейду к завершающей части потому что осталось буквально пару минут и завершающая звучит звучит так что помним что граф киел это всего лишь инструмент а не серебряная пуля и каждый инструмент удобен конкретно под свою категорию задач как говорят молотком шуруп не закрутишь отверткой гвоздь не забьешь но это мне казалось что это практически нереально и о чудо я когда писал два месяца назад вот эти стезисы и фразы и вот недавно решил погуглить ютюбе и я нашел умельцев которые буквально неделю назад выложили замечательное видео где они шуруп забивают молотком забивают отверткой закручивают молотком забивают гвоздем закрученным гвоздем вот это видео я тоже рекомендую solution и application архитектором почему то есть вот здесь вот ребята четко промерили сколько требуется усилий чтобы выдернуть потом шуруп или гвоздь из деревяшки и говорят что шуруп закрученный молотком надо приложить 470 килограммов чтобы вы выдернуть из деревяшки но при этом часто забывается на то насколько удобно девелоперам насколько у них хороший девелопер эксперимент при разработке потому что вот эти товарищи я не знаю это минут 10 мучились чтобы закручивать молотком шуруп вот посмотрите поржите мне мне это видео как айтишник очень сильно понравилось это не айтишное видео как айтишник очень сильно понравилось и финале что могу сказать за пять лет работы с граф келлом я в нем не разочаровался я просто понимаю где его применять и вам того же рекомендую то есть спасибо за ваше внимание если есть вопросы рад сейчас быстренько на них ответить если кто-либо присоединится либо в зум-сессии мы с вами я думаю на пару часов там зависим группа в телеграме присоединяйтесь смотрите граф келлу про граф келл много статей на русском лежит у меня в гитхабе и там же дизайн схемы ну а презентацию можно утащить по вот этой ссылочке я передаю слово нашим спасибо паша действительно времени мало и вопросы у нас есть но они такие больше частные по конкретным задачам поэтому я задам пока от себя вопрос смотри ты несколько раз говорил что очень легко напилякать что-то там но где у нас может фронтендер что-то напилякать это скорее всего в bff слое да если мы поставим ноду и ты действительно показывал что можно зарез ручками с джавы поставить ноду и там сделать свой граф келл но вот предположим что у нас есть greenfield и ты можешь сделать что угодно вот скажи для тебя идеальная архитектура какая была бы чтобы за базой данных стоял какой бы язык вот чтобы туда поставить граф келл и дальше уже стоял фронтенд например или может быть всегда нам нужен bff ну смотрите у нас хороший вопрос как у нас все реализовано у нас в основном очень много ожидающей логики то есть у нас есть теперь логовый чего только там под капотом не крутится сети и от граф кела он выступает у нас как контроллером который ждет выполнения каких-то других сервисов то есть он даже напрямую с базой данных не работает местами местами работает чтобы соблюсти вешал кассистенции или какое-то кэширование сделать ну например есть инстансы и например с openstack они долго дергаются но мы их храним у себя в монге почему потому что постоянно расширяются какие-то новые поля добавляются и пользователю мы показываем кэшированные данные и тут же улетают запросы дай-ка мне не кэшированные данные с openstack и получается у пользователя моментальный урок в интерфейсах и через какой-то там пару секунд появляются новые инстансы которые он например только что через api начал создавать вот то есть идеальные базы данных идеального языка мне кажется не существует наверное существуют не идеальные языки например на php очень сложно будет сделать какой-нибудь нормальный толковый граф келл сервер потому что как-то ну у нас есть часть сервисов на php мы хотели там граф келл прикрутить у нас не взлетело мы там используем rest api потому что нету и вот лупа нормального на трейтах там что-то ничего у нас не взлетело все плохо работало и как бы граф келл это просто контроллер это фасад через перед rest сервисами любая база данных блин под каждую задачу надо искать решение у меня нету идеальной золотой пилюли которая бы как бы хорошо работал то есть у тебя вопрос хороший но требует уточнений спасибо паша всегда приятно смотреть на три вещи это как горит фронт-энд как течет память и как паша говорит но мы к сожалению должны двигаться ребята вы можете договорить с пашей в дискуссионной зоне вы должны это сделать и в дискуссионной зоне обычно у паши всегда творится что-то интересное поэтому переходите по ссылкам они есть у вас чате а мы двигаемся дальше